узор елочка или колосок вот так выглядит полотно связанный узором елочка или колосок данное полотно состоит из лицевых и изнаночных петель выполненных наискосок если мы посмотрим вот так то мы увидим что действительно узор похож либо на колоски если смотреть сверху либо смотреть вниз он похож на елочку узор этот плотный и надо сказать что петель старайтесь вытягивать побольше чтобы в следующем ряду вам было проще вывязывать эти петельки если будете сильно затягивать то узор то вам будет сложнее быть выполнять эти петли и так будем выполнять первый ряд лиц лицевыми петлями провязывать петли надо будет попарно но потом посмотрите что надо будет делать дальше и так вводим крючок за заднюю стенку за задние стенки первых двух петель ольга спицу будем спицу за задние стенки первых двух петель захватываем нить и вытягиваем но посмотрите что сбросить со спицы надо только одну верхнюю петлю 2 у нас остается на спице и ко второй петле петли мы присвокупим следующую петлю и теперь эти две петли мы также провяжем за заднюю стенку лицевыми вместе вот и сбросим опять же только верхнюю петлю и так будем вязать до конца ряда за следующие две петли вводим спицу захватываем нить и вытягиваем спицу сбрасываем только верхнюю петлю за одну петлю от предыдущей петли и за следующую петлю опять же вводим спицу захватываем нить и сбрасываем только одну петлю и так далее и сбрасываем только одну вот у нас осталось три петельки за две петли провязываем одну сбрасываем две петли осталось и провязываем их также вместе вместе но по-прежнему сбрасываем только одну и у нас в конце концов осталась одна петля мы ее провязываем лицевой теперь переворачиваем работу и будем вязать следующий ряд изнаночными петлями для того чтобы вязать изнаночными петлями расположите не петь перед работой введите спицу первые две верхние петли захватите нить вытяните петлю и сбросите опять же одну петлю вторую следующую петлю будем провязывать опять же через две петли и сбрасывать будем опять же одну петлю то есть у нас каждый раз одна петелька как правят как будто бы дважды сбрасываем только одну теперь опять присовокупляем к ней следующую петлю провязываем и теперь уже ее сбрасываем а следующий будем второй раз провязывать изнаночные захватили одну сбросили и так далее до конца ряда вот у нас осталось три петельки и мы также вяжем вот последние две провязываем опять же вместе сбрасываем только одну петлю следующую одиночную провязываем изнаночные вот и все у нас получился вот такой узор елочка или колосок